ну вот вернулась я с рандеву отдала им претензию в общем вот такую составляла я ее сама то есть нашла шаблон в интернете вот покажу вам сейчас вот это первая страница я здесь описала значит все как было дальше здесь я все описала как было вернее какие ссылки на закон дальше значит чека и отнесла это все в рандеву на каждом листочке не расписались обязательно нужно на каждом листе чтобы расписался кто взял вот принято 6 декабря это директор магазина овчарук что она мне сказала что моя обувь еще идет из москвы я сказала что у меня нет заключения экспертизы на что она ответила что она возможно идет там в коробке в общем вот так вот вот кому интересно как она составляется вот так вот она составляется в общем все я указала здесь вот этот самый важный вот этот абзац в общем посмотрим что будет дальше когда я там была сейчас при мне тоже женщина обращалась претензии о возврате снимать я там не смогла потому что сильно орала музыка что вот никак не услышали вы просто или мне пришлось бы там резать все все фразы в общем вот так что сказали в общем все понимаем все мы вас понимаем но тем не менее спросила я почему делается экспертиза именно в москве ну типа там что там головной офис и там все делать ну я думаю что все делается для того чтобы человек не присутствовал на данной экспертизе чтобы у него не было возможности значит все это отследить делалось она не делалось кто его знает но по моему мнению ничего не делается вот я так думаю потому что кто-то из зрителей мне давал ссылку в вконтакте значит переписка с покупателей с рандеву и вы знаете там очень много значит на 11 страницах были вот эти все претензии вплоть до того чтобы вообще развалилась и они пытаются ее каким-то образом наладить налаживают они по отзыву опять же опять же очень некачественно то есть они еще больше портят есть даже обувь то которая там отвалилась чуть ли не подошва и они все равно не торопятся возвращать деньги а значит как-то ее ремонтируют в результате значит обувь конкретно приходит приходит в негодность и не только тогда они может быть вернут деньги в общем борьба с этим с этой сетью магазинов ведется жесткая в общем вот так вот ну и так немножко отступим от темы зашла в окей сейчас скидки у них на бедра цыпленка охлажденного 149 рублей или 145 рублей что ли это так дела у такой соус кисло-сладкий китайская кухня не знаю как и сейчас хорошие скидки 25 процентов на кошачьи корма тем кому интересно и еще вот взяла любимый мой бобби браун это консилер вот такая вот штука у меня темные круги к темные такие круги под глазами и мне вот как бы скрывать вот только вот консилером бобби браун качество отличное это легендарная марка продавец консультант в льда пот и очень хороший есть там консультант мария зовут маленькая такая девушка ростиком низенькая очень так вот мне протест но как он попробовали мы все тестерами очень хорошее покрытие вот такая вот штука ну и вот что еще хочу сказать вчера я позвонила в роспотребнадзор в общем не ехать не пришлось это у нас находится на каратанова 21 в общем там есть многоканальный телефон я позвонила меня соединили с оператором в общем я объяснила всю ситуацию и мне буквально по телефону помогли создать вот это вот написать вот эту претензию в общем я прочитала как бы все это сказали пойдет в общем вот так защиты прав потребителей я сейчас не обращаюсь мне нужно будет получить результаты этой экспертизы и наверное придется делать независимую экспертизу данной обуви и там уже посмотрим что и как будет в общем вот такие дела знаете я даже я знаете как то вот боюсь усомниться в своем успехе в по возврату обуви ну потому что вот судя по тем по той переписки в контакте до которые вот есть это вообще жесть никогда не связывайтесь с этим с этой сетью магазина потому что если вдруг что-то у вас даже краска облезет отвалится каблук там лопнет кожа это надо будет столько с ними воевать что просто просто нереально ну конечно у кого есть терпение нужно нужно запастись терпением чтобы вот отстоять свои права я конечно была в шоке всю обувь они отправляют в москву для ремонта я так поняла вот сейчас выключу в москву для ремонта я не понимаю для чего это сделано неужели здесь на месте они не могут как-то вот решить по вот эти все вот вопросы я в шоке конечно пребываю свои шансы их оцениваю мало да скажу что мало но попытаться следует вот нашла я этого генерального директора бахчинян аганес мартина вич ему вот я написала это все дело то есть они сказали что они сами отправят эту претензию магазин но по судя как они вот вообще реагируют на данные претензии я что-то сомневаюсь сегодня я хочу отправить ее по почте с уведомлением и уже дальше как бы действовать в общем здесь уже нарушились нарушен но нарушен закон я так считаю что потому что в течение 10 дней не должны были дать ответ да вот на эту претензию той который составил магазин хотя бы но уже прошло в понедельник 9 декабря будет уже две недели то есть до сих пор я не получила и это претензия может быть она и где-то там идет вместе с коробкой с собой с обувью ну факт то что вот нету уже нарушается закон в общем вот так вот я опять же есть сказала директору магазина говорю я согласна на поменять товар либо взять другой товар значит либо уменьшить стоимость товара в общем либо из если уже ну как сказать в общем не на дни они мои требования не идут в результате этого я просто теперь уже пишу что я требую расторгнуть договор договор купли-продажи и возвратить уплаченный за товар сумму и возвратить уплачен за товар сумму вот так вот предлагаю споришь и досудебном порядке выполнены и выполнить мои требования в установленном законе сроком сроки в течение 10 дней письменно вот так в общем посмотрим что дальше будет смотря может быть я руки опустила я не знаю нет я не опустила я попытаюсь без всяких юристов которые заплатно провернуть это самой все нужно 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 пытаться самой это делать не не полагаться на всяких юристов но сейчас мошенников великое множество вот такие дела вот такие в общем вот смотрите мне сейчас я у без очков совершенно вот не вижу у меня все расплывается мне сейчас вот у меня видите как бы меньше стало вот таких вот вот синяков у меня эти синяки меньше или мне кажется что свет ключ вот видите очень хорошо маскирует вот это вот вот это вот штука бобби браун нет консилеры есть конечно и подешевле но я вот как-то прилипла к этой косметике еще мне дали небольшой пробничек крем под глаза ну и и вот и его еще попробую а вот этот вот х вообще классно видно вам видно я там у меня все расплывается без очков совершенно не вижу можно ходить ну вот видите я в очках и я не вижу вот этих синяков господи у некита глаза огромные в этих очках и не так увеличивают наверное да вот так вот короче вот что я вам хотела сегодня рассказать погоду у нас дрянь на на улице ветер на улице слякоть когда будет зима непонятно ну вот и все всем спасибо и всем пока